Вы слушаете канал жаж.клаб, индекс запрещенных книг. Индекс запрещенных книг, индекс либрорум прогибиторум, список письменных произведений, осужденных католической церковью на Триденском соборе в 1563 году, как эритический или наносящий ущерб христианской вере. Он оставался в силе до 1966 года, когда был приостановлен, но от католиков по-прежнему ожидалось, что они будут соблюдать его основные заповеди. Триденский собор, 1545-1563, был первой всеобъемлющей попыткой католической церкви ответить на вызов, брошенной протестантской реформацией, 1517-1648. Собор фактически положил начало так называемой контрреформации, также католической реформации, с 1545 по 1700 год, которая восстановила авторитет католической церкви. Триденский собор постановил перевести Библию на язык вульгаты. Будучи единственным авторитетным священным писанием, реформатские злоупотребления в церкви четко определяли такие термины, как «оправдание», «таинство» и «покаяние», и осуждали протестантскую реформацию как ересь. Собор собирался в общей сложности 25 раз в период с 1545 по 1563 год, и на последних заседаниях они составили индекс, который был ратифицирован Папой Римским в 1564 году. Его цель состояла в том, чтобы остановить распространение ереси и дальнейшие вызовы авторитету церкви, запретив мирянам читать или слушать любое произведение, явно не одобренное церковью. Предыстория публикации и распространение 95 тезисов Мартина Лютера были только началом натиска публикаций, бросающих вызов авторитету церкви. До изобретения печатного станка примерно в 1440 году книги переписывались от руки, а копии делались с помощью ксилографии, что отнимало много времени и поэтому можно было произвести только несколько книг за определенный промежуток времени. Ко времени Мартина Лютера, 1483, 1546, печатный станок мог выпускать за неделю больше книг, чем печатники на ксилографии могли даже надеяться получить за месяц. Между 1517 годом, когда он опубликовал 95 тезисов, и 1522 годом Лютер создал и опубликовал много работ, нападающих на церковь, за которыми последовали работы Ульриха Цвингли, 1484, 1531, Джона Кальвина, 1509, 1564, и других. К 1545 году, когда был созван Триденский собор, женщины, чьи литературные усилия ранее эффективно подавлялись, опубликовали произведения под своими именами и своим собственным авторитетом. Аргула фон Грумбах, 1490 ОК, 1564, Катарина Цель, 1497, 1562, и Мари Динтьер, 1495, 1561, среди прочих, имели опубликованные работы, критикующие католическую церковь или открыто враждебные ее требованиям, политики и учениям. Церковь не могла запретить печатать книги, но они могли помешать их чтению. Индекс был не первым случаем, когда церковь инициировала подобную политику. Эретические писания были запрещены и уничтожены средневековой церковью, а работы протореформаторов, таких как Джон Уиклифф, 1330, 1384, и Ян Гусес, 1330, 1415, были осуждены и сожжены. Указатель, впервые изданный в 1559 году при Папе Павле IV, служил 1555, 1559, отличался от предыдущих попыток тем, что это была систематическая политика, конкретно указывающая произведения и авторов, осужденных церковью не только за ересь, но и за любое отклонение от официально санкционированной церковной доктрины. На Триденском соборе предыдущий индекс был пересмотрен и уточнен в соответствии с моделью постановления и канонов собора, чтобы быть как можно более конкретным, чтобы никто не мог сослаться на незнание в качестве оправдания несоблюдения. Ратификация канонов Триденского собора Фото президент.джорджтаун.иду Текст Следующий текст представляет собой введение из 10 пунктов к индексу 1563 года, взятые у читателя Реформации, первичные тексты с введениями Дениса Р.Е.Н.Ц.А. Строка 422-425, переведенная Хаджи, Шредером из его канонов и постановлений Триденского собора. Библия Ватабли В пункте 3 есть ссылка на работу французского ученого-гуманиста Франсуа Ваталя, Ум. 1547, Айсидор Клариус в том же отрывке ссылается на Айсидора Клариуса, Ум. 1555, который был одним из первых делегатов Триденского собора, но потому, что он выступал за единство и дискуссию между протестантскими и католическими взглядами в его трудах, его предисловия и введения к переводам были осуждены и помещены в индекс. Ай, все книги, которые были осуждены верховными понтификами или вселенскими соборами до 1515 года и не содержатся в этом списке, должны считаться осужденными таким же образом, как они были осуждены ранее. 2. Книги тех ересиархов, которые после вышеупомянутого года породили или возродили ересь, а также тех, кто является или был главами или лидерами еретиков, таких как Люд. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб